Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. Министр обороны Сергей Шойгу сегодня дал старт работам по реконструкции восточной ветки БАМа протяженностью в 340 километров от населенного пункта УЛАГ до Февральска. Сегодня состоялась торжественная церемония закладки камня, символизирующего начало большой работы по расширению пропускной способности нашей дальневосточной железнодорожной магистрали. По словам министра обороны, строительство данного участка железной дороги будет иметь важнейшее значение для экономического развития России в целом и Дальнего Востока в частности. Начальному этапу реконструкции восточной ветки БАМа предшествовал большой объем подготовительной работы. В ходе которой на всем протяжении железнодорожной ветки были возведены вахтовые поселки для военных, которые будут задействованы в течение трех ближайших лет в строительных работах. Всего в работах Минобороны планируют задействовать до 2000 военнослужащих из железнодорожных войск, без привлечения которых не обойтись при возведении железнодорожной инфраструктуры в сжатые сроки и в тяжелых условиях вечной мерзлоты. По планам государства завершить реконструкцию данного участка БАМ и запустить движение должны в декабре 2024 года. В ходе реконструкции пропускная способность ЖД-магистрали существенно увеличится и позволит нарастить объемы перевозки российских грузов к Дальневосточным портам и далее в страны Юго-Восточной Азии. Военным предстоит проложить вторую железнодорожную ветку и соорудить 9 разъездов по пути следования железной дороги. Ввод в строй данного участка позволит также увеличить объем транзита грузов, перемещаемых по российской территории между Китаем и европейскими государствами. Отмечу, что в данный момент обе наши главные сибирские железнодорожные магистрали загружены под завязку товарными составами. Железная дорога БАМ, официально открытая в 1989 году, соединяет Тайшет и Советскую гавань, расположенную вблизи активно развиваемого в последние годы морского порта Ванина, специализирующегося на перевалке Угля. Суммарная протяженность БАМа составляет 4300 километров. Данная ЖД-магистраль проходит севернее Транссиба вдоль гористой местности, пересекая 7 горных хребтов и 11 крупных рек. До сих пор ряд участков БАМа является однопутными, что сдерживает дальнейшее развитие железнодорожного движения по данному маршруту. Планируется, что выполняемые в настоящее время работы по расширению БАМа и Восточного полигона в целом, позволят увеличить пропускную способность сибирских железнодорожных магистралей с текущих 140 до 210 миллионов тонн грузов к 2025 году. Продолжение следует...